По булгарам я тоже знаю очень такие рассказы, очень интересные. Вот там была Нуранья Апа, она умерла, конечно, ей было почти 100 лет. Она дочь и мама, которая умерла. Очень интересные рассказы. Она была сама медичкой, была во время блокады в Санкт-Петербурге. Потом она вернулась в булгары. И очень интересные рассказы она нам рассказывала про булгары. Я, наверное, сейчас морпить не буду, там есть и такие сакральные вещи. Но меня удивляет опять же то, что вот говорила вот такая хрупкая татарская бабушка. И то, что вот она 20 лет назад это говорила, когда еще никто об этом не думал. Скажу более того, тут некоторые специальные органы боялись того, что булгар начали собираться там тысячами людей. И еще были некие указания голове района, чтобы как-то, чтобы этого не происходило. То есть все это было, все это мы прошли. То есть у некоторых чиновников было сомнение, что, а во что это потом превратится. То есть никто же там, эти опасения, они беспочвенные, потому что никто, кто туда приходит, не ставил какую-то политическую цель восстановления там столицы булгарского государства. Это совсем не то. То есть люди шли с такой тоской, не знаю, как это даже назвать. И с таким истоком, да. И с такой вот внутренней. Какие-то вот гены, они вот, ну вот как птицы возвращаются в свое время по своей линии, обратно как бы в те места, где они жили. Вот так же видим вот эти гены, гены как-то туда притягивают. Разные сегодня пытаются нам объяснить, это вот силы и энергетические точки, там вот то, сё. Ну, Бабаи, мы там, вот этих точек энергетических, у нас таких знаний нет. У нас просто есть ощущение, и есть вот то, что нас туда затягивает, притягивает. И нам там хорошо, да. И зов предков, и нам там хорошо, вот это главное. И вот люди туда шли, 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 шли. Потом обратили внимание руководителя Татарстана на это, видимо, и другие как-то подсказали. И с приходом в Всемирный Конгресс Татар Ренат Денуровича, он как-то, вот скажем, повернул Конгресс в сторону религии. Он понял, что должен быть некий вот такой симбиоз культуры и религии вместе, нельзя его отрывать у татар. Это как два крыла, как одной петиции, да, как бы и национальная, как бы самобытность или понимание, идентичность и религиозная. И вот как-то вот потом уже мы начали это мероприятие проводить совместно. Сегодня, что главное в Булгарах, туда приходит много людей, принято очень правильное решение о создании Булгарской исламской академии. Это очень важное решение, поддержанное главой государства, имея в виду Владимира Путина, который об этом не раз и публично, и не публично говорил специалистам. И сегодня уже получены лицензии Минобора России, и уже начались работы по строительству этой академии, здания академии. Она в таком восточном стиле, очень красивая. Ее президент Атарстан, я так понимаю, что утвердил, Митим Шарипович, конечно, как руководитель фонда Возрождения, и другие там коллеги, муфтии, ректор Исламского университета, Рафим Мухаммешевич, все принимали участие. Хороший проект. Главная задача перед тем обществом, перед мусульманским сообществом, и задача, скажем, даже государственной в какой-то мере, нам сегодня нужно работать с нашей молодежью. О чем, что я имею в виду? Вот у нас несколько тысяч человек за эти 20 с лишним лет обучались в разных арабских странах. Никто бы не был против, если бы они обучались по направлениям в официальных исламских учебных заведениях, и после приезда сюда адаптировались бы в нашу реальность. А получилось ведь наоборот. Ребята туда ехали совсем без направлений, обучались там в полулегальных или совсем нелегальных учебных заведениях, в разных, скажем, подвалах. Ну, раньше в Узбекистане была хуже система, но это в советские времена, да. И возвращаясь оттуда, вместо того, чтобы попытаться понять как бы нашу жизнь, они начали культивировать совсем другой образ жизни. То, что научились сюда, да, матрицу. Да, и они там же как бы воспитывались в монорелигиозном, мононациональном, как бы вот таком закрытом обществе. И еще же надо иметь в виду, что вот все наши арабские страны, сегодня вот, мусульманский мир, он же ведь буквально недавно освободился от гнет, они же все были же колониями. Этот дух, вот, то есть им еще нужно пройти некоторое время для становления их государственности, их вообще понимания жизни, вообще их роли вообще в этом мире, где вообще они. То есть сегодня же идут очень сложные процессы. И скажем честно, ведь уровень образования невысокий, это же как бы из показателей, которые никак нельзя там скрыть. Не индустриальные страны, да. И индустриализация та же, то есть по технике, по другим, или даже, я не призываю, конечно, к оружию, но ведь есть призыв Всевышнего о том, чтобы у мусульман были хорошие войска. Почему же нету, скажем, вот, 400 с лишним миллионов арабского мира и нету военной индустрии? То есть они же просто покупают какие-то вот уже позапрошлые, там, старинную технику в пыли, которая вообще не работает, просто как бы продают, и они оказались как третий мир. И вообще развитие очень сложно. А ребята, которые вот не поняли действительности и российской, вообще общей, вот наши, они поехали туда, для них это, как бы они принимают за такую истину, что это вот прямо... То есть это некий архаичный мир, часто скажем. Да, и они пытаются культивировать такой же образ жизни здесь, это для нас проблема. Значит, почему они уезжали? Вот мы с Камиль Хазратом долго обсуждали эту тему. Значит, два момента. Первое, их ребят интересовал арабский язык, и второй, их интересовал красивое чтение Корана. Конечно, были другие проблемы, и как-то у нас в России не получилось как бы организовать. Но это, конечно же, вот, скажем, на совести тех религиозных деятелей, которые от имени мусульман России как бы вели свою деятельность и не смогли, к сожалению, создать тогда в России такое вот полноценное, мощное учебное заведение. И сегодня, скажу вам честно, задача, которая стоит перед нами всеми, Татарстан, вот, Аллахашикер взялся, как бы, вот, это реализовать, нам необходимо очень серьезное, очень на уровне учебное заведение, именно классического исламского образования, чтобы наши ребята не уезжали куда-то дальше, да, чтобы обучались у нас сегодня. И она не должна быть ангажирована, на мой взгляд, ни одной из разных групп влияния в религии. Вы знаете, они разные у нас, там, да, как бы, кто-то пытается сделать ее, вот, скажем, более жесткой, кто-то более мягкой, кто-то там, вот, там еще разные, вот, есть направления, не хочу никого обидеть, но она должна быть в классическом стиле серьезным учебным заведением.